Ну давайте вот возьмем 7 сантиметров от куртки, от старой, от чего-нибудь, в общем, найти можно. Она осталась за бортом. На самом деле это не так. Я все время говорю, что должна быть правильная прикладка, веревочка и нехитрый инструмент. Всем огромный привет! С вами Константин Мазила. Я рад приветствовать вас на своем канале, ну и, конечно, на канале Центршот. Лучшему сообществу, не жечь шпакнул от меня. Здорово, парни! Ну что, сегодня пятый эпизод. Мы продолжаем, ну, грубо говоря, подготовку к сезону, хотя я думаю, что у многих он уже открылся. И раз сегодня пятый эпизод, я считаю, что это как юбилейный эпизод. Поэтому сегодня он будет посвящен очень серьезной теме. Очень полезной и очень серьезной. И плюс еще ко всему, я сегодня покажу вам лайфхак, принадлежащий, конечно, не мне, но об этом чуть попозже. Лайфхак, который поможет вам очень точно стрелять. Повторяю еще раз. Очень точно стрелять. Сто процентов. Те, кто попробует, убедятся, пожалуйста, напишите в комментариях, каков результат. Я думаю, восторга будет очень много. У многих. На тренажере отловил следующее. То есть, если я прикладываюсь, как привык, вот, не контролируя, то у меня происходит скручивание. То есть, вот, по веревке, по положению видно, что здесь угол. То есть, вот как-то так. Выворачивая кисть, я выпрямляю, ставлю прямо. Вопрос, как этот момент контролировать на луке? Итак, сегодня я посвящаю видео, как я уже сказал, очень важному моменту. И момент этот, наш упор. То есть, как мы упираемся в лук. Поговорим о скручивании. И давайте даже так. О трех самых негативных китах. Точнее, о двух. А третий вытекает уже из второго. Итак, первый. Первый это, ну, если по-американски говорить, то это, наверное, будет звучать Don't Shot Archery. Что это значит? Это значит, не душен лук. Так вот, проблема в том, что многие из вас думают, что рукоятка лук – это пистолетная рукоятка. Что за нее нужно браться, как за пистолет. Нет, это совсем не так. Это совершенно не так. Мы просто упираемся в рукоятку. Почему это важно? Начинается выстрел. И заканчивается выстрел. И в процессе, в процессе начала выстрела и конца выстрела, мы одной из рук, либо мы правши, либо мы левши, касаемся лука. И это прикосновение к луку играет колоссальную роль в точности выстрела. Вот прям колоссальную. Я все время говорю, что должна быть правильная прикладка, должен быть правильный выпуск. Но одна из самых, наверное, фундаментальных вещей – это то, как мы упираемся в лук. Это очень важно. Итак, три кита. Первый – это правильный упор. Правильный упор. Второй, который вытекает из первого – это скручивание. Если вы неправильно упираетесь, делаете неправильный упор в рукоять, то, конечно же, у вас обязательно будет скручивание. Мы еще не раз затронем тему скручивания, еще не раз ее затронем, потому что и в полевых условиях об этом поговорим. Это сейчас, там разговоры на диване. Но еще раз повторяю, сегодняшнее видео очень для вас полезно. Прям я попытаюсь душу уважить в него. Итак, неправильный упор из-за этого скручивания. И третий кит – это душим лук. Мы душим лук. Что значит душим? Это значит, что мы хватаем его вот так, как пистолет, грубо говоря, как пистолет, и стреляем вот так стреляем. Нельзя так делать. Мы должны просто в лук упираться. Просто упор. При этом мы не должны растопыривать пальцы. Мы не должны напрягать руку сильно. Мы просто упираемся. Теперь пару слов о том, как мы упираемся. Давайте я возьму маркер. Возьму маркер и нарисую, наверное. Так, этот маркер у нас не пишет. Возьму белый маркер. Надеюсь, будет видно. Я нарисую линию. Я нарисую сейчас у себя на руке линию. Обведу линию жизни. Линию жизни. Вот она она. Я надеюсь, будет видно. Линия жизни. Очень надеюсь, что белый маркер будет видно. Но если что, контрастность там подправлена. Вот. Вот эта линия жизни у нас практически не участвует в упоре. Я понимаю, что многие из вас, многим из вас кажется, что упор должен быть вот таким. Вот. И как видите, да, вот как видите, у меня в нижней части, в нижней части линия жизни задействована. Это неверно. Это неправильно. Так нельзя. Нельзя так, ребят. Упор должен быть точно в подушечку. Точно. Вот, значит, мы разделили, разделили ладонь на две части. Вот эта не участвует вообще часть. Левая часть руки, кисти точнее, не участвует совершенно. Можете вот так ее сжать пальцы. Все. Участвует только, только подушечка большого пальца. Вот должен быть какой упор. Вот он упор. Вот. Я надеюсь, будет видно. Я надеюсь, будет видно. Сейчас я покажу это на луке. Вы можете взять, упираемся подушечкой и складываем пальцы вот так. Как раз образуется 45 градусов вниз от оси лука, 45 градусов вниз по костяшкам. Вот наш упор. Вот он. Я надеюсь, видно. И линия жизни, линия жизни, если вы видите, вот где она, она осталась за бортом. Либо, если у вас и проходит рядом с линией жизни, то она там где-то висит. Подушечка. Когда вы упираетесь в подушку большого пальца, в мышцы большого пальца, в мышцы. Вот в эту подушку. Вот. Вот мой упор. Упор. Пальцы сложили. Все. И делаем выстрел. Вот он, этот упор. Этот упор позволяет нам контролировать скручивание на 99,9%. Лук скручиваться не будет. Если же вы упрётесь вот в эту, вот в эту ямку, вот в эту ямку, то у вас будет скручивание 100%. 100% будет, потому что в таком положении лук, рукоятка лука неустойчива. Устойчивая она, вот при полном, прям полном соприкосновении подушечки большого пальца. Вот наш упор. Вот оно. Видите? Внимательно смотрите. Я прекрасно понимаю, то есть это первый кит. Я надеюсь, вы поняли, как, в какое место надо упираться. Я прекрасно понимаю, что многим покажется это неудобно. Но это правильно. Хотите точно стрелять, именно так и надо стрелять. Теперь о том, как не душить лук. Часто очень вижу, что ребята при выстреле начинают его подхватывать. Начинают его подхватывать. Так не стреляют. Нельзя так делать. Вы растянулись, сделали выстрел. Просто лук уперт в руку. Он упирается. Не надо его держать. Не надо его даже придерживать. Он просто упирается. Мы делаем выстрел, и многие трениры говорят так. Ты сделал выстрел, стрела сошла с тетивой, и ты считаешь про себя и раз, и два, и три. И только потом хватаешь лук. Но наш мозг, это, ну вы сами представляете, что это за вещь, это такая штука, с которой очень сложно бороться. И сложно винить человека, который рефлекторно хватает этот лук. То есть, наши рефлексы, это то, с чем очень сложно бороться. Ну, к примеру, вот я уверен, что со всеми это сработает. Представьте себе, вот сейчас на секунду, представьте себе, что в ваших руках, представьте себе, что в ваших руках спелая, сочная долька лимона. Только что отрезали, вам положили это в руку, вот оно в ваших пальцах. Сок бежит по пальцам. И вы представьте себе, как вы погружаете эту дольку целиком в рот и начинаете пережевывать. Я уверен, что у 99% из вас сейчас, как и у меня, во рту полно слюней. Это рефлекс. И ничего с этим не сделаешь. То же самое здесь. Я никого никогда, то есть у меня нет, когда с ребятами я стреляю, там приезжают ко мне, мы вместе стреляем, я вижу, что он хватает. Я, конечно, ему говорю, не хватай. Он говорит, да я не могу. Ну, Костя, ну вот не могу, вот бери палкой, палками не бей по рукам, ну не могу, вот хватай и все. Это очень сильно влияет на точность. Потому что в основном ваш вот этот подхват происходит в тот момент, именно в тот момент, когда с полки сходит стрела. Вот 100%. И это колоссально влияет на точность выстрела. Скручивание и ваш подхват во время выстрела. Но я обещал лайфхак. И мы сегодня, сейчас мы его сделаем. Но один хороший очень человек, его зовут Рэдди Пэк из Техаса, охотник, придумал очень классную штуку, которую мы сейчас с вами сделаем. Тру шот коуч называется. Если перевести с английского, то это тренер, тренер для правильного выстрела. Многие из вас мне пишут, что Костя, мы живем в городе, где нет лучных тиров, или там есть один лучный тир, нас не пускают, видят, что мы там с охотничьими луками. Говорят, идите отсюда, тут в основном классики и традиционщики, во что я мало верю, чтобы вас выгоняли из спортзала. Но многие говорят, что вообще нет спортзалов. Итак, сегодня, сегодня вы сделаете собственного тренера, собственного тренера, который будет вас учить правильно работать в упоре. А самое главное, никогда больше вы не сможете хватать лук. И ваш выстрел будет, благодаря этому лайфхаку, благодаря человеку по имени Рэдди Пэк, ваш выстрел будет очень и очень точным. Итак, давайте мы вместе это сделаем. Для этого нам понадобится всего лишь вот такой кусок пластика, любого. Можно картон, но картон долго не живет, веревочка и нехитрый инструмент. Давайте сделаем, а дальше я все объясню. Поехали! Итак, как я уже сказал, нам понадобится кусок пластика. Можно картон, можно, ну, в общем, пластик. Ножницы. Либо веревочка, либо резинка. Но резинка не простая. Вот, знаете, есть резинка специальная для, там, одежды. Сейчас я все объясню. Ну, и если в случае, в нашем случае, если это с веревочкой мы делаем, то нужна будет вот такая штука. Это зажимчик. Такой зажимчик. Вот, такой зажимчик интересный. Ну, думаю, что найдете от рюкзака там, от каких-нибудь, я не знаю, ну, от куртки, от старой. От чего-нибудь, в общем, найти можно. И нам понадобится рулетка. Что мы делаем? Мы измеряем, мы измеряем ширину наших пальцев. В данный момент у меня, ну, давайте вот, возьмем 7 сантиметров. 7 сантиметров. И длина, чтобы было понятно, нам нужна, то есть ширина. Ширина 7 сантиметров у меня, ну, чуть меньше, но я возьму 7. И длина вот от этого изгиба, я сейчас прям нарисую у себя на руке, вот по этой линии, вот по изгибу. Желательно, конечно, вот по этому, по самому маленькому изгибу, то есть самому меньшему. Потому что вот этот изгиб, этот выше, этот выше. То есть вот по этому берем. Примерно вот так пойдет. Но мы здесь округлость еще будем делать. И длина, вот смотрите, я складываю руку, вот у нас центральная, как бы, я не знаю, как это, линия, да, ладони. Вот она, центральная линия, я ставлю по центру точку. И примерно отступаем еще полсантиметра, сантиметр. Ничего страшного, если что, там подправим потом. Итак, снимаем размеры. Нам надо, мне надо, 7 сантиметров и длина, и длина, и длина, длина, тоже примерно 7 сантиметров. Смотрим. Почти 7 сантиметров и длина чуть длиннее, чем 7 сантиметров, но сейчас мы это исправим. Так, ну, тут примерно чуть-чуть надо отрезать, отрезаем. То есть я, конечно, колхожий, вы уже сделаете как следует, ровненько, аккуратно. И так, да, здесь нормально, здесь очень даже неплохо. Отлично. Затем отступаем от края. Вот, смотрите. Конечно, объясняльщик еще тот. Отступаем. Отступаем примерно на длину пальца. Вот, видите, где сгиб у нас. Все можно делать на глаз, то есть не обязательно, там, супер-пупер. Вот так примерно отступаем. То есть вот здесь у нас должен быть прорез. И режем. С этой стороны. И режем так же примерно. Вот с этой стороны. Нужно обрезать так, чтобы получился острый угол. Чтобы получился острый угол. Так. В принципе, вот этого достаточно. Здесь мы закруглим чуть-чуть. Чтобы сильно нам не страдать. Так. Вот что у нас получилось. Видите, да? Примеряем. Примеряем. И получилось очень даже хорошо. Очень даже хорошо. Здесь можно немножко тоже закруглить. Чтобы было по пальцам все ложилось. Вот так. Замечательно. То, что доктор прописал. Теперь. Вот у нас получилась вот такая штука. Теперь нам надо сделать отметку. Вот это расстояние делим на пополам. То есть примерно вот так. И вот здесь отмечаем, где у нас это пополам. И вот здесь отмечаем, где у нас это пополам. И так. Вот что у нас получилось. Это пока все в сторону. У нас получилось вот это. Вот я сейчас геометрически нарисую. И вот здесь нам надо сделать отверстие. Здесь два. Здесь два. И здесь два. Примерно так. Давайте это сделаем. Вот. Берем ниточку. На краю ниточки делаем узелок. Можно сделать резинки. Сейчас вы поймете. И начинаем вставлять. Раз. Раз. Не до конца. Два. Три. Не до конца. Четыре. Раз. И не до конца. Пять-шесть. Вот такая штука у нас получилась. И сюда. На край. Я одеваю. Я одеваю стопор. Одеваю стопор. Здесь можно, естественно, обрезать. Что мы делаем? Показываю. Мы одеваем нашего тренера на пальцы. Одеваем на пальцы. То есть, конечно, я заколхозил. Можно сделать аккуратно. Можно сделать из... Обшить это тканью. То есть, ну, все как следует сделать. На три наших пальца мы их одеваем. Все. И затягиваю. То есть, протягиваю. Протянул. Если это будет резинкой, конечно, это будет проще. Все. Вот. Протянул. Вот так одел на пальцы. Все. Лишнее можно... Вот что получается. Вот. У меня на трех пальцах одет наш тренер. Вот оно. Давайте я покажу, для чего и зачем он. Давайте покажу. Ну что. True Shot Coach у нас готов. Вот он. Мы его сделали. Теперь давайте я объясню, для чего он. Он не позволяет нам хватать лук. Как бы мы пальцы не сжимали, мы не можем сжать кулак. Благодаря этому у нас будет правильный, правильная техника в упоре. То есть, мы не сможем просто ловить лук. Мы не сможем это делать. Пару слов о вязочке. Пару слов о вязочке. Многие новички думают, что это для красоты штука. У спортсменов на два пальца они одевают вязочку. У охотников, 3D-шников это в основном вязочка. Для чего она? Опять же, именно для того, чтобы, когда мы упираемся в лук, мы его не держим. Мы делаем выстрел, лук отработал, и после этого мы подхватываем лук. После того, как полностью выстрел произошел. И вот, чтобы не проморгать, а если проморгал, то чтобы лук не упал на землю, вот для этого вязочка на руке и существует. Именно для этого, больше ни для чего. Итак, возвращаемся к нашему коучу. Вот он, он готов. Мы берем лук, делаем упор, и даже при всем желании схватить лук, у нас это не получится. Никак не получится. Делаем упор, растягиваем лук, делаем выстрел, и у нас на вязочке повисает лук. Либо делаем выстрел, и после этого просто вот двумя пальчиками, двумя пальчиками, вот колечко такое. Я обычно вообще, вот мой упор, колечко, все, пальцы сложил, все правильно, и делаю точный выстрел. Я рекомендую вам, прям от всей души, сделайте эту штуку. Она через где-то, ну, месяц стрельбы, вы уже не будете хватать лук. Просто физически это не сможете сделать. И когда через месяц вы это снимете, эту замечательную вещь, то у вас рефлекс, о котором я говорил, уже пропадет. И отработав с ней хотя бы месяц, я знаете сколько, я сезон с ней стрелял. Вот я не помню, то ли десятый, то ли одиннадцатый год. Целый сезон с ней, она навсегда в меня вбила правильный хват, точнее упор, и не хватать лук. Так что замечательная вещь, я очень рекомендую сделать это за пять минут, каждый может. Желательно, конечно, резинки сделать, потому что ниточки это, конечно, это просто демонстрация, как можно сделать. А так, конечно, лучше резинки. И все это красиво обтянуть, и будет замечательно. В общем, как-то вот так, я надеюсь, вы, я смог донести до вас, для чего эта вещь. И те из вас, кто сделает, я даю сто процентов. Результат не заставит себя долго ждать. Всем пока, всех обнял. Пока, ребята.